С сегодняшнего дня я займусь вашим воспитанием. Спокойный и рассудительный такой образ автора известного советского мультфильма выбрали для змеи. Пребывающий в прострации удав ничем не опасен, а напротив, интересен зрителю. В корне отличается представление о реальных рептилиях, на которых большинство людей во все времена смотрели с опаской. Обратимся к мифологии. Египетские богини Бастет и Мавдит были изображены как кошачьи божества, защищавшие людей от змей и скорпионов. Считалось, что черные змеи – это символы ведьмы и колдовства. Сегодня и кошачьи, и чешуйчатые предметы суеверий. Сходств между ними гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Экзотика ближе, чем нам кажется. И порой даже в обычном, любимом домашнем питомце можно найти что-то необычное. Вот, например, шипеть кошки научились подражая змеям. Ну, по крайней мере, так поговаривают. Если всмотреться в их очаровательные глаза, вот эти вертикальные зрачки, которые вгоняют добычу. И, мне кажется, меня сейчас немножко в транс. А еще они помогают им видеть и передвигаться в темноте. Но эти сходства видят не все. Многие идут навстречу своему страху и хотят обладать реальными хищниками. Это подтверждает повышенный спрос на экзотических животных в последние годы. Достаточно открыть сайт коммерческих предложений, и вам будет из чего выбрать. Если раньше экзотическое животное – это было все, что ни кошка, ни собака, ни аквариумная рыбка, то сейчас, конечно, это не так уже. Сейчас практически все животные, кроме каких-то совсем редких, исчезающих, доступны для содержания дома. Просто надо понимать, что некоторых держать не стоит. Например, каких-то хищников. В начале этого года в России вступил в силу закон, запрещающий изводить ряд экзотических животных в квартирах. Зверей разделили на 8 пунктов. К ним относятся ядовитые змеи, питоны длиннее 4 метров, крокодилы, каймановые черепахи, скорпионы и ядовитые пауки. Но на безобидных маленьких рептилий правовой акт не распространяется. Александр Корнев уже 5 лет является счастливым обладателем хладнокровных. Началось все с этого очаровательного и очень любопытного питона по кличке Царь. Царь обошелся Александру в 4000 рублей. Нашел он его через интернет. Сегодня экзотика ценится гораздо больше. Расценки поднялись примерно в три раза. В мини-зоопарке Александра 5 змей и маленький ящер. Очень хотелось экзотического зверя. В принципе, меня с детства привлекают такие животные. Они приятны на ощупь, они какое-то эстетическое удовольствие доставляют. В первый раз, естественно, был страх. Я не знал, насколько большой он приедет ко мне, как он будет выглядеть. Поэтому я вообще думал изначально, что это будет 2-3 метровый змей. Много было комментариев от друзей, типа, он тебя съест, как ты живешь с ним, он тебя ночью съест обязательно. У всех такое было мнение. Но нет, это все мне не ошибочно, поскольку вот он далеко не убегает, ни гавкает и ни кусает. Питон не только не съел своего хозяина, а оказался вовсе неприхотливым в содержании. Кормить рептилий нужно всего раз в неделю. Для комфортной жизни животным необходимы лишь террариум и обогрев. Экономия не единственная причина, по которой хладнокровных заводят в квартирах. Психологи утверждают, разгадка кроется в детстве. Будучи ребенком, человек привыкает к повышенному вниманию и заботе. Став старше, далеко не каждый может адаптироваться к современным реалиям и понять, а главное принять, что мир не крутится вокруг него одного. В нашей культуре принято, вообще в мировой культуре принято, что внимание это крайне важно. Тенденция подобных переживаний идет из, скажем так, генетической предрасположенности. У нас с самого детства, плюс гены, плюс культурный код, вот этот наш, когда у нас забота о потомстве излишняя, она подразумевает, что внимание, пока оно есть, я живу. И возникает глубокая зависимость от этого самого состояния. Каждый человек выбирает домашнее животное в зависимости от своего характера и образа жизни. Ритм становится быстрее с каждым годом, время на заботу о домашних любимцах найти все сложнее. Этим и можно объяснить возросший спрос на неприхотливых рептилий.